Решение о том, что этот памятник нужен, принимали всем селом. Сегодня в Пластунке почти нет ни одной семьи, из которой в годы войны не ушли бы на фронт брат, отец, дед или прадед. Всего 388 человек. Тогда это было все взрослое мужское население. 169 сельчан с поля боя не вернулись. Их имена теперь увековечены в мраморе на стене скорби. Чтобы восстановить все фамилии герой, Великая Отечественная инициативная группа жителей Пластунки около года собирала данные по всем архивам. Теперь в военной летописи этого села белых пятен не осталось. Средства на памятник собрали сами сельчане. На открытии присутствовали глава города Анатолий Пахомов и почетный житель Сочи Виталий Игнатенко. И это надо не столько даже ветеранам и не столько даже тем, которые погибли. Это надо молодым. Это нужно внукам, правнукам, проправнукам, чтобы вечно помнили нашу историю. Люди всем миром собрали средства для того, чтобы воздвигнуть этот огромный мемориал. И я думаю, что мы должны ничего не жалеть, ни душевных, никаких других сил для того, чтобы эта память жила вечной. На торжественном митинге ветеранам села вручили юбилейные медали. В их адре звучали слова благодарности. По проекту, который разработали сочинские архитекторы Юрий Прокатов и Александр Виноградов, в комплексе память отведено место и еще одной истории села – послевоенной. В скором времени здесь появится и памятная доска почетных граждан села Пластунка.